а друзья всем огромный привет с вами виктория и мы сегодня находимся в кабардинке хочу погулять немножко по этому замечательному прекрасному курортному поселочку покажу вам как сейчас она выглядит и могу сказать что на улице у нас тепло плюс 13 градусов единственный нюанс у нас сегодня немножко пасмурно но это не помешает нам с вами погулять пойдемте вместе со мной гулять по кабардинке котенька лежит киса киса она не просто лежит она лежит на медведя смотрите какое сегодня прозрачное море красота жалко камера не передает воздух воздух очень свежий чистый пахнет просто морем и свежестью эти какая красота кабардинские кошечки бегают а сейчас с вами обязательно спустимся вниз и я хочу пройти поближе к морю вообще посмотреть на него в последнее время я бы сказал что кабардинки мне прямо нравится нравится приезжают сюда нравится гулять особенно в межсезонье и конечно здорово то что в кабардинке сейчас сделали новый парк его будут еще продлевать вот отсюда видно немножко что там изменения на набережной происходит сделали здорово погулять одно удовольствие вообще я считаю что чем больше красивых каких-то парков на в курортных городах и поселках тем более престижно он выглядит я смотрю что здесь кабардинке чаяк то побольше чем геленджуке сейчас спустимся к морю скажите пожалуйста здрасте смотрите какой тут море прозрачная но вот видишь в кабардинке такие пляжики они с волна резиками не как нарезанные ну потому что здесь волна конечно больше чем в бухте здесь цемеская бухта она шире чем геленджикская поэтому и волны здесь больше а там находится устричная ферма вроде как как раз таки и устричные лесенка конечно нуждаются уже в ремонте центральный пляж виднеется уже также можно наблюдать колесо обозрения горы я уже говорила здесь в кабардинке если вы приедете сюда на отдых советую всем подняться в горы в горы здесь не очень высокие но по крайней мере они очень красивые живописные в них есть можжевеловый парк и можно погулять подышать можжевельником посмотреть на красоту бухты цемеской да и просто за корабликами понаблюдать видите спалашное удовольствие кстати странная дымка не знаю в принципе на камере видно смотрите какое-то такое облако пыльное на горизонте и корабли стоят я выхожу на набережную и мы с вами прогуляемся в сторону центра и нового парка конечно кабардинка шикарно даже в межсезонье но людей немного в основном конечно больше всего людей сосредоточено в геленджике ну и в принципе когда мы ездили в архиполосиповку там тоже было много людей кабардинку очень любят туристы летом здесь огромное количество отдыхающих но зато здесь следят за благоустройством я бы сказала что если раньше геленджик был более такой самый-самый красивый на черноморском побережье были красивые клумбы там не знаю какие-то моменты скульптурой и набережная ухоженная то сейчас это кабардинка мне кажется более смотрится презентабельнее чем геленджик и здесь намного интересней нравится то что здесь большое количество лавочек качели к лазовок для детей клумбочек фонтанчиков все это можно посмотреть на все это можно полюбоваться также можно сфотографировать даже что-то делают набережную внутри балюстряду сняли что-то меняться будет скорее всего здесь тоже ведутся раскопки а мы сейчас дойдем уже до центрального причала посмотрим на кабардинку с другой стороны прогуляемся я думала что раскопки только геленджику характерны в этом году оказывается нет а в кабардинке тоже что-то копают миша всегда такое мне предлагал говорит давай с тобой проедем на велосипеде прокатимся я говорю ну куда в центре все перекопано со стороны стороны тонкого мыса все часть набережной перекопано я говорю особо даже не поедешь куда потому что везде придется вы слезать велосипеда его перевозить в руках ну то есть будет такая знаете не езда на велосипеде а прогулка рядом с велосипедом красавица смотрите здесь тоже плиточку меняют заглянем с вами скверик кто постоянно отдыхает в кабардинке в этом году приедете сюда и не узнаете вашу любимую кабардиночку видите тоже плитка поменена здесь будет видите все ведутся работы классно надо будет обязательно сюда еще приехать когда работы по установке плитки нового новой завершаться и покажу вам как будет выглядеть по-другому кабардинка смотрю много строителей сейчас даже не пройти на причал придется обходить ладно прогуляемся в другую сторону курорт потихонечку готовится но с другой стороны смотрите остался уже сегодня 1 марта получается март апрель в мае уже где-то туристы потихонечку начнут подвижать ну давайте к морю спустимся это центральная пляжка бородинки здесь людей летом огромное количество люди загорают стоя это не шутка это правда жизни почему-то все в основном предпочитают отдыхать прямо на центральном пляже хотя мне кажется что любой выберет любой другой пляж и отдыхай с комфортом по крайней мере так чтобы можно было хоть ножки вытянуть а не стоя загорать вообще мы с михаилом купаться ходим как уже и говорили в основном утром и людей обычно не так много как в часы пик часы пик это знаете где-то начинается с 11 часов и часов до 4 потом опять здесь становится меньше если вы не хотите купаться утром можно купаться вечером ну и не забывайте что прям в самую сильную жару лучше всего себя поберечь солнышко у нас довольно активное южное и нужно себя от солнышка защищать не перегреваться и внимательно следить за состоянием своего здоровья и состояния здоровья своих детей потому что часто можно наблюдать картину когда родители приезжают на море проводят целыми днями на пляже и потом дети ходят просто перегорелая какая-то не знаю поджарочка такая знаете очень красненькие видно что им больно ну то есть чтобы такого не было конечно нужно солнышко дозированно воспринимать и принимать на себя его ванны вот в этом месте я не купалась а михаил как-то давным-давно здесь совершал заплыв ну купался то есть то есть у пальмочек листики сняли либо подкрашивать либо чтобы ветер зимой не трепал убирает потом снова сделает вообще этот тенденция на искусственные пальмочки конечно меня удивляет но смотрится издалека вроде как ничего но с другой стороны а зачем городить вот это вот все то есть делать искусственные пальмы непонятные лучше поставьте какой-нибудь красивый зонтик да они такое страшное нечто знаете даже говорит не хочется хочется просто идти молча наслаждаться красотой вокруг ну что мы двигаемся с вами дальше прошли парк корницкого как я уже сказал мы сюда заворачивать не будем а пройдем немножко дальше там будем смотреть на набережную смотрите как уже балюстрада конечно старой набережной пооблупилась конечно это все по-хорошему так нужно уже менять все таки бетон из-за того что на море находится постоянно под воздействием сырости он то растрескивается его приходится каждый раз шпаклевать шкурить снова красить и конечно со временем набережная уже меняется привлекательное изменяется привлекательный внешний вид и становится не очень привлекательный бакланчик сушит свои крылышки хочется дельфинчиков увидеть но если честно в бухте кабардинке я вообще в цемеской ну сколько вот времени мы не живем здесь я видел по моему только один раз это на входе в цемескую бухту когда мы гуляли по той стороне возможно что дельфинчики боятся судов ну и это в принципе понятно и может быть им сетки мешают потому что все равно сети натянуты и не знаю что там за смог у нас видно видно да что небо такое синий синий и какая-то полоса оранжевого смога в кабардинке также находится большое количество различных детских лагерей домов отдыха вообще можно здесь какое-то там лечение взять в санаториях но здесь мало больших многоквартирных домов и все таки в кабардинке в основном представлен частный сектор и многие у нас спрашивают можно ли снять квартиру в кабардинке в кабардинке есть только один такого дом который находится недалеко от набережной но там такие цены что я бы сказала что можно лучше поискать где-нибудь частный сектор ну по крайней мере отдохнуть не за космическую стоимость вот и все вот и новая набережная уже виднеется впереди шторм растрепал здесь был такой вот пляж тоже закрытый сейчас все досочки убрали скорее всего будут ремонтировать к началу курортного сезона такая тишина спокойствие людей немного но вот здесь вот в кабардинке видите стекло немножко такое синенькое поэтому есть разница когда ты смотришь через него и так своими глазами но все равно мне вот прям нравится как-то вот именно такая воздушность из-за стеклянной набережной классно вообще какой сегодня море спокойно можно просто наслаждаться тихой водой жалко рыбок не видно никто не плавает а нет плавает знаете где сейчас подождите вам покажу если она выправит и камушка там спряталась рыбка это вход на пляж я же говорю видите штормом разрушила доски здесь на пляже небольшие ужасы нашего городка это к вопросу о том как соль разрушает железо соленая вода все потихонечку ржавеет и за этим нужно ухаживать красить глить мой цветочки уже первоцвета смотрите виднеется там тут газонной травкой все закрыли поэтому здесь мы вряд ли цветочек найдем нужно в лес эти там наверно сейчас красиво но к сожалению все таки зависит еще многое от нас и от нашего графика не всегда есть возможность прям дойти до леса чтобы поснимать какой-то ролик какой большой кораблик тоже здесь стоит все равно телефон немножко удаляет на самом деле море прям явно ближе чем на телефоне и кораблик тоже близко пока еще у нас тут розочки обычно начинают цвести розы и становится очень красиво ну пока еще все знаете такое зелененькое но не яркое без цветочков и хотят продолжать вот эту набережной дальше в ту сторону делать пляж будет тоже красиво очень отлично отличное место качелька прямо перед морем супер это самое крутое место я здесь остаюсь там мне миша звонил такой говорит давай возвращайся я тебя жду а мне даже не хочется потому что это практически места на первом ряду как бы у меня не хотелось здесь остаться и посидеть я же вам обещала показать как движутся дела по благоустройству территории дальше покажу и буду заканчивать свое видео вон там строители рок врубили слушают ну красиво красиво я прям вообще в восторге мне это место нравится сюда не надоедает ходить гулять и я думаю что когда они продлят тут будет еще и у нас же здесь речка хотят сделать что-то пляж красиво благоустроить будет здорово видите строительство идет полным ходом ну мне нравится приятные изменения я думаю что будет вообще здорово вот такая вот прогулка по кабардинке у меня получилось надеюсь что вам понравилось потому что мне очень понравилось с удовольствием прогулялась по этой прекрасной набережной в эту замечательную весеннюю погоду если вы хотите приехать на отдых геленджик отдохнуть и посмотреть на красоты геленджика или посетить кабардинку пишите михаилу он вам подберет жилье его номер телефона указан под всеми видео продиктую вам еще разок его 8 928 424 87 24 пишите михаилу его услуги бесплатно для вас он вам поможет провести ваш отдых с комфортом вот он